Рынок стройматериалов для крупных заказчиков сформирован по ценам 2001 года, и эту ошибку необходимо устранить. Чтобы обсудить переход системы сметного нормирования и ценообразования, в регион приехал замминистра строительства и коммунального хозяйства Хамид Мавлияров. На совещании собрались представители бизнес-сообщества из Костромской, Ярославской, Вологодской и Владимирской областей. Специалисты министерства создали информационную систему ценообразования в строительстве, учитывая региональные особенности каждого субъекта. Данные из нее получают предприниматели, а пополняют ее юрлица. Мониторинг необходим для определения достоверной стоимости стройматериалов, трудовых и технических ресурсов. Полученные сметные данные применят для расчета стоимости всех объектов капстроительства, финансируемого за бюджетные средства. Строительные материалы изделия, оплата труда, механизмы, использование транспорта. Вот этот ресурс собирается, сколько его надо на эту стройку, и вот эта сумма дает уже стоимость этого объекта. И мы его получаем уже со стоимости фактического ресурса. Вот такая ресурсная модель дает более достоверную стоимость строительства, и, в общем-то, банкротов будет поменьше, если в этой модели работать. Переход к модели запланирован на сентябрь 2018-го. В Ивановской области первоначально заявились 550 строительных компаний и импортеров. Разобравшись, власти скорректировали список до 75-ти. Но и это не конечные данные. Вносить цены в систему пока начали только шесть компаний. Вот когда выверяли дату 30-го сентября, у некоторых специалистов даже было предложение перейти в начале 2018-го года. Мы дали перехватных еще полгода, потом добавили туда еще три месяца, для того, чтобы наши госзаказчики успели подготовиться. Непредоставление данных в систему невыгодно самим производителям. Это приведет к использованию цифр, актуальных для соседних субъектов, а значит, неправильным ценам на строительные материалы.